здравствуйте уважаемые зрители подписчики нашего канала сейчас у нас сошел снег и начинаем полевые работы и наши все трактора которые имеются в хозяйстве начинают быть задействованы в этом уже по полной хотя и зимой конечно у нас трактора не стоят многие фактически стоялись в этом году только два трактора вот and 0 и 1221 а так все остальные трактора были постоянно в работе вот мы сейчас их посмотрим и скажем что чем на как что на каком тракторе мы делаем вообще есть разные принципы подхода к обеспечению хозяйств тракторами там считают на количество лошадиных сил на один гектар но как бы общее правило конечно такое что много тракторов не бывает как почему я сейчас объясню есть такой момент что во первых все трактора когда они работают на разных участках они как бы распределяют свою свой ресурс и не так изнашиваются как если бы это всю работу делал один трактор во-вторых конечно трактора разные по мощности разная работа вот сейчас наступает как я говорю весна и входят в дело полевые работы и конечно мы будем использовать эти все трактора именно для полевых работ и вот сейчас уже несколько дней мы работаем в таком режиме вот трактор and у нас агрегатирован с дисковой дискатором adl4 это четырех метровый агрегат естественно она на нем надо работать с трактором мощностью 136 лошадиных сил вот у нас он на нем и задействован работает хорошо делаем потом еще обзор расскажу вот значит одновременно дима занимается разбрасывателем разбрасыванием удобрений в поле у нас разбрасываем азотно-известковое удобрение вот он имеет трактор 92 п с фронтальным погрузчиком на котором в прицепе привозим к поле удобрения в мешках и параллельно у него в поле там же находится мы ему отвозим трактор 1221 который у нас работает на спарках и он на агрегатирован с разбрасывателем удобрений вон он стоит сейчас нам на мойке конечно при работе на полях коту где может быть влага лужи какие-то места где может трактор просесть очень неплохо использовать трактор на спаренных задних колесах вот у нас на это 1221 ну стоят грузы впереди сзади разбрасыватель удобрений ну это самый правильный способ использования таким образом получается два трактора мощных у нас заняты на работах один на дискование другой на разбрасывание в хозяйстве остаются дела такие как разбрасывание соломы в боксы естественно на этом у нас стоит вот наш 82 трактор агрегатирован с разбрасывателем соломы на этом тракторе кстати тоже хотел обратить внимание мы поставили новую опору для фронтального погрузчика вот вот это фронт опора новые все тут стоял пронаровский фронтальный погрузчик его сняли он уже старый требуется капитального ремонта купили новые опоры и у нас вон видите фронтальный погрузчик еще один стоит который у нас агрегатируются одновременно из 1221 то есть этот фронтальный погрузчик пойдет и на этот трактор и на этот трактор очень удобно и если нужно в хозяйстве использовать трактор с фронтальным погрузчиком еще один вот у нас пожалуйста всегда 282 трактор с может использоваться с этим фронтальным погрузчиком ну а так он агрегатирован на разбрасывателе соломы и при приезде например с поля можно быстро сюда загрузить солому быстро разбросать то есть не нужно еще тратить время на агрегатирование само по себе но это не так не не так тяжело конечно поставил подставку кардан подсоединил палец поставил гидравлику вставил все но все равно это требует времени одновременно у нас постоянно идет и приготовление и раздача корма коровам для этого у нас стоит вон трактор 1025 который соединен с кормораздатчиком анонсирую будущее видео это видео по поводу установки нового плющильного агрегата на косилку беркут на завод прислал для испытаний вот поставим проверим покажем как работает вот ну а 10 трактор стоит на раз на кормораздатчики это тоже хорошо там тоже ну постоянно нужно добавить корма коровам уже закончились нужно приготовить новый корм и все время этот трактор нужен именно прицепленным к кормораздатчику таким образом видите вот еще один трактор занят на своем участке работы самое главное что позволяет нам наличие нескольких тракторов что нам позволяет делать позволяет сэкономить время которая например весной вот сейчас очень ценно очень ценно разбросать удобрения во время в влажную землю очень ценно одновременно не допустить образование комков на полях которые продисковали с осени значит надо их сейчас разбить эти комки выровнять поле подготовить под посев тоже очень важно и и мы вот вчера например делали это одновременно я работал на этом тракторе дима работал на 1221 разбрасывал удобрения таким образом получается делается два дела и очень сильно экономится время вот вот по такому принципу я сейчас считаю исходя из этого что может быть у нас 500 гектаров а вот такое количество тракторов это 1 2 3 4 5 тракторов это слишком много можно сказать но на самом деле я считаю это не не так много плюс еще видите он далеке стоит дтшка она зацеплена на большой прицеп который на котором вывозим навоз это тоже трактор постоянно в работе постоянно в в применении в таком которое нужно для хозяйства вот начнется сейчас уже уборка конечно мы будем какие-то трактора агрегатировать с косилкой с граблями с пресс подборщиком что-то будет на постоянную стоять что-то будет постоянно меняться вот но нас на самом деле такое размазывание ресурса тракторов на разных работах на разных агрегатах позволяет нам фактически экономить ресурс тракторов и одновременно быстрее выполнять эти работы потому что ты садишься уже в трактор на котором уже прицеплен пресс подборщик подсоединены все провода гидравлика ты быстро садишься едешь все и ты уже работаешь если же ты придешь начнешь все заново ну ну 30-40 минут совокупности можно потерять поэтому как бы вот это все уже ну опытом проверено я можно конечно представьте себе что мы все эти операции делаем последовательно например сегодня у нас есть например один трактор мы на нем сегодня разбросали удобрения завтра поедем дисковать и вот этот процесс просто растянется во времени мы потеряем время вот и вся разница как бы а тогда ничего в принципе можно и на одном и на двух тракторах справиться вот но я ну не сторонник того чтобы вот так вот как бы распыляться тем более что мы вот эти все операции которые игры мы работаем с сыном вдвоем вот он сам разбрасывать удобрения в поле у него два трактора он подъезжает с разбрасывателем удобрений к загрузке к прицепу который прицеплен к этому трактору отцепляет этот трактор от прицепа и грузит удобрения сам себе таким образом в день делал 80 гектаров вот недавно сделал буквально за один день до меньше даже чем за день так не особо напрягаясь так сказать вот я вот вчера дисковал где-то гектаров 15 протисковал тоже после обедения время не до ночи вообще до 6 часов где-то так что вот так это позволяет работать быстро еще параллельно тут приехали покупать сенаж отгружали сенаж параллельно разбрасывали солому чистили боксы параллельно отгружали молоко вот сейчас идет дойка так что вот такая моя история про наши трактора и про их использование так что тракторов как говорится много не бывает хотя понятно что каждый трактор требует к себе обслуживания требуют замены масел требует смазок пластичных обхода всего трактора проверки и так далее конечно следить за всеми тракторами непросто и нужно уделять на это время вот например 12-21 трактор и так за зиму не успел хорошо обслужить нужен был на работах и поэтому прервался этот процесс а так вообще конечно внимание трактора требует много ну зато они и отрабатывают хотя конечно прямо они в заработке денег не участвуют но опосредованно это их помощь от них очень большая я говорю даже если у вас не будет трактористов чтобы посадить на каждый трактор вот у нас там допустим 5 тракторов а два тракториста ну все равно мы все это дело успеваем делать и наличие большого количества тракторов нам помогает ну все всего всем доброго на эту тему вот я хотел вам рассказать думаю это будет полезно для принятия решений до свидания